МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России работает горячая линия ОНФ для помощи пожилым в условиях распространения коронавируса. Расскажите, как этот проект работает на Колыме? На Колыме был создан совместно с волонтерами медики, молодежкой ОНФ и региональным исполкомом ОНФ Магаданской области. Был создан штаб, на который обращаются пожилые, мобильные люди старше 65 лет, инвалиды, в том числе люди, которые страдают заболеванием диабета, астмой, которые находятся дома на самоизоляции. Для них мы доставляем продукты питания, лекарственные препараты, забираем рецепты в поликлинике, берем в аптеки лекарственные средства и доставляем пожилым людям старше 65 лет, как я уже сказала, и маломобильным гражданам. Когда начала работать горячая линия в Магадане? Тогда же, когда и по всей России? Нет, в тестовом режиме в Магадане мы провели 28 марта, начали уже непосредственно с 30 марта. Сколько ребят работает вместе с вами? По всей Магаданской области 180 человек примерно, и те люди, которые еще просто не зарегистрировались, а просто от себя лично занимаются тем, что помогают волонтерам доставкой, машинами и всем, чем могут. Я правильно понимаю, что в каждом районе области есть свои пункты, где работают волонтеры? Да, есть свой штаб, в котором работают волонтеры для помощи. Вы сказали, что звонят и пожилые люди, и инвалиды, и вообще все, кто нуждается в помощи волонтеров. С какими просьбами они чаще всего обращаются, несмотря на то, что вы уже рассказали о том, что это лекарства, продукты и все остальное? Просьбы, вот как самое обыкновенное приобретение продуктов, приобретение, оплата ЖКХ, приобретение лекарств, вынести мусор. Ну, это тот, кто не может выходить. Больше таких прямо, чтобы с чем мы не справились, такого еще не было у нас в Магаданской области. А насколько люди понимают, почему работает этот проект и на что он направлен? Бывает ли так, что какие-то нестандартные просьбы звучат в адрес волонтеров? В нашей Магаданской области пока нестандартных таких решений не было, но в других регионах вообще России есть у них проблемы с тем, что люди хотят бесплатной помощи. Мы работаем только за счет заявителя. Если заявитель заказал продукты, мы приобретаем продукты, заявитель их оплачивает при наличии чека. На федеральных каналах тоже видела я сюжеты о том, как работают волонтеры в этом направлении. Причем, насколько я поняла, они выбирают именно продукты в том ценовом диапазоне, в котором просит человек, проверяют срок годности. Здесь так же? Да, мы берем заявку, полностью обзваниваем, когда находимся в магазине, обзваниваем, уточняем стоимость, устраивает ли стоимость. И тогда мы приобретаем то, что нужно заявителю, только с его согласия. То, что он хочет. Почти две сотни человек. Были ли жалобы? Жалоб не было, не поступало у нас жалоб, ни одной жалобы. В основном люди пожилого возраста приглашают на чай, но у нас бесконтактное, мы не имеем права, при таком сейчас вирусе мы не имеем права заходить домой. Но редко вообще кто-то случается, кто не приглашает на чай или не хочет подарить конфетку или шоколадку. В основном все желающие чем-то отблагодарить. То есть больше благодарных, чем недовольных. Вообще есть ли недовольные? Нет, у нас нет. Нет, недовольных у нас не было. А среди самих волонтеров есть те, кто сдаются и говорят, нет, к такому жизнь меня не готовила, кажется, я не справлюсь? Нет, у нас тоже не было еще такого ни одного человека. У нас наоборот прибавляется, прибавляется и люди разных, как говорится, с разной работой, с разным этим, и все они хотят помочь, все, абсолютно все. Заговорили о том, как работают штабы волонтеров в других регионах. Расскажите, поддерживаете ли вы с ними связь и что интересного они вам рассказывают? Может быть делятся какими-то советами, как правильно работать или вы наоборот? Вообще мы все на связи 24 на 7, несмотря на то, что мы спим или они спят, когда мы каждый день на связи, каждый день все рассказывают новые истории или как там, допустим, кто-то у нас сейчас челлендж довези врача. Но так как у нас в Магадане врачи могут добираться сами, потому что у нас, как говорится, небольшая территория, то в других городах они рассказывают, как вообще граждане Российской Федерации готовы помогать довозить врачей, несмотря на то, что сейчас такой вирус и все-таки это страшно. Но люди все отзывчивые, все в России отзывчивые люди. То есть ни одной грустной истории не было? Это отлично. А почему вы решили принять в этом участие? И вообще, как давно вы в молодежке ОНФ? С того года я съездила на форум «Рубеж», была покорена, было столько эмоций. Я влюбилась в эту команду. Это команда таких активистов, которые, как говорится, быть и не казаться. Они идут и делают. Это те ребята, которые я поняла, что я по духу с ними заодно. И я готова помогать людям сделать мир лучше. Глаза у вас прям загорелись. Зачем вам это? Потому что я хочу, чтобы не только наш мир, но и Российская Федерация, как говорится, поднялась с колен. И молодежь продвигала, уважала стариков это обязательно. В общем, я патриот своей страны, и поэтому я иду с этим, и я даже не задумывалась, зачем мне это надо. Просто я такой человек, и я люблю свою страну, и люблю свой народ, и поэтому я хочу. Я правильно понимаю, что вы помогаете людям не только с тех пор, как стали активистом ОНФ, но и вообще с самого детства? Да. Расскажите, как вы помогали людям? В каком возрасте вы впервые помните, что вы сделали доброе дело? Я еще с детства вспоминаю свою историю, когда мы жили в частном доме, и, в общем, соседи мои лежали в больнице, а к ним пришла телеграмма. И мой грех, что я ее прочитала, и там было написано, что к ним прилетает родственница. Я, будучи ребенком, в седьмом классе пошла к другому, в первом классе, в семь лет мне было, пошла к соседу, у которого была машина, и мы поехали в аэропорт, встретили эту женщину, она причем была пожилого возраста, встретили, довезли, приутили. Я своих родителям рассказала, и мы приутили себя на тот момент, пока ее родственники лежали в больнице. Это такое, что я вспоминаю с детства. Ну, а вообще собаки, животные, всех приутила, прикормила, ну, в общем, не оставляла никогда в беде. А чем вы занимаетесь, помимо того, что вы активист? Ну, я, в общем, исполняю задания регионального штаба ОНФ, привлекая молодежь. Мы мониторинг дорог осуществляем, безопасность детства. У нас много очень интересных проектов, которые приглашают молодежь до 35 лет, которые готовы. Сделать мир лучше. В фотоработе с молодежью расскажите, знаю, что вы встречаетесь и со школьниками, и с студентами. Бывают встречи, бывают лекции, взаимная какая-то связь и, в принципе, деятельность тоже. Насколько сейчас молодежь добра? Много очень доброй молодежи, очень много доброй молодежи. Ну, и, конечно, бывают ситуации, когда молодежь отказывается. Допустим, парень у нас недавно отказался дарить открытки скорую помощь. Потому что он застеснялся женщин. И он говорит, все, я не могу, я не буду, я не могу. Он из-за того, что он просто застеснялся. Естественно, к нему надо другой подход, и с ним надо по-другому. И можем мы с ним пойти на мониторинг дорог, потому что он там не будет стесняться, дыр на дорогах и всему тому подобное. Мы с ним, к ним, конечно, к молодежи, к нам нужен отдельный подход к каждому. И с каждым мы разговариваем, с каждым мы обсуждаем, что и как, ну, какие мы можем столкнуться, какими проблемами вообще по жизни. А так вся молодежь сейчас, много молодежи, которые готовы идти вперед, готовы побеждать, готовы делать мир лучше. Не бывает тех, кто смеется над вашей деятельностью и говорит, зачем вам это надо? Потому что, честно, на съемках сюжетов я сталкивалась с теми, кто вообще относится к миру как потребитель. Ну, откровенно, да, если мы с вами говорим, то, глядя в их глаза, я понимаю, что кроме личной выгоды их не интересует вообще ничего. Встречали таких? Да, конечно, и не без этого. И, конечно, много кто думает, а мне заплатят или нет. Все это бескорыстно. Все, как говорится, волонтеры, они все отзывчивые люди, они все активисты с брошубуквы, и все они работают бескорыстно. Это крутые люди на самом деле, вообще крутые. Как бы я горжусь, что я встретилась с такими людьми. Есть, конечно, которые хотят заработать деньги, но это не в наше, и нам с ними не по пути. В общем-то, бывает такое. Такие бывают. А бывают те, кто встал на путь исправления после того, как с вами пообщался? Бывает. Очень много. Как вы замечаете это? Да, оно как идет по жизни. Допустим, какой-то проект, и мы пошли отработали вместе, и ты видишь, что человек, все, он поменялся, у него загорелся глаз, он захотел, ему понравилось, он влюбился в свое дело, и все. И ты-то дальше не остановишь. Он сам уже тебе говорит, набирает по телефону и говорит, когда мы куда-нибудь идем, что-нибудь сделаем доброе, крутое там, и все такое, как говорит молодежь. Вернемся к теме, с которой мы начали. Кто может обращаться здесь, в Магаданской области, за помощью к вам в том направлении, в котором вы сейчас работаете, это помощь пожилым и инвалидам. То есть, если, например, человек одинокий, и, может быть, у него есть родные, но по какой-то причине они не могут ему помочь, можно звонить? Да, конечно, можно звонить, и социальный центр работает также с нами напрямую, и мы, естественно, обрабатываем каждую заявку, которая к нам поступает, и смотрим по положению. Если, конечно, у человека шикарная дача и шикарный джип, то ему никто не будет помогать. Если человек серьезный, в тяжелой жизненной ситуации, то мы никому не отказываем, с каждым человеком работаем. Как вступить в ваши ряды, если люди захотят также присоединиться к вам и начать делать добрые дела? Можно вступить с 16 до 60 лет в наши ряды, зарегистрироваться на сайте «Мы вместе», там пройти обучение, получить сертификат, потом обратиться к нам в штаб. Если есть проблемы в получении сертификата прохождения обучения, то можно обратиться в региональный исполком ОНФ, на школьном переулке 3 находится. Ребята помогут пройти сертификат, потом пройти инструктаж, потом, естественно, измерить температуру, получить средства самозащиты, и все, и вперед. О средствах самозащиты, где вы их берете, покупаете ли за свои деньги, или может быть вам вообще кто-то помогает? Оно помогает. Многие люди, которые сами шьют, помогают. Потом центральный штаб ОНФ выделил маски, выделил средства самозащиты, перчатки, все, что требуется. Также волонтеры, медики, у них были маски свои в наличии. В общем, мы все, у кого что есть, все мы все отдали в это доброе дело. Вы сказали, что почти две сотни человек работают именно из молодежки ОНФ, или это полностью? Полностью. То есть все движения волонтеров, все движения волонтеров, которые зарегистрированы, мы вместе. Успеваете или бывает так, что часто звонят, и очень большой наплыв? Все заявки, которые поступают в день в день, отрабатываются сразу. А часто вообще звонят? Да, обращение сейчас было, допустим, на завтра 7-8, на сегодня 10-12 обращений в день. Сегодня уже отрабатывают с самого утра ребята, и мы с ними ездили, только приехали с отработкой. А чаще всего с какими просьбами? Продукты или лекарства? Чаще всего лекарственные препараты, это в том плане забрать с поликлиники рецепт, потом заехать в аптеку и довезти лекарственный препарат самому заявителю. Не возникает проблем в лечебных учреждениях, когда какой-то неизвестный человек приходит? Нет, есть, естественно, получаешь бейджик-волонтеры, у нас есть вот такая вот молодежкинский бейджик, ну, также и бейджик-волонтера, по которому проблем у нас в поликлинике в городе вообще нет. Наверное, набор поддерживают. Да, все идут на встречу, даже медсестра, допустим, если мы говорим, что мы подъезжаем сейчас за рецептом, она уже все готова, она уже нам говорит, мы расписываемся, получаем, и проблем вообще нет ни в аптеке, ни в поликлиниках у нас. Как долго будет работать эта горячая линия? Горячая линия будет, пока все не будут здоровы и всему тому подобное. Ну, как бы, пока в связи с вирусом неизвестно, что там. Ну, все работаем. Очень надеюсь, что скоро все будут здоровы, но тем не менее, наверное, у людей возникнут вопросы, можно ли обращаться в общероссийский народный фронт за поддержкой, за помощью волонтеров, будь то просто активистов. Мы всегда работаем, всегда находимся на школьном переволке 3, можно обращаться с проблемами, приходите со своим заявлением, у нас работа носит заявительный характер, приходят, пишут, обращаются, и мы дальше помогаем людям. Во скольких регионах сейчас действует горячая линия? Во всех. Во всех регионах? Где сложнее всего работать? Ну, сложнее всего в Москве. В Москве? Да, у них, да, завал, большой завал, конечно, обращений. И ребята, если работали раньше по 3 человека, то сейчас по 2, сегодня неизвестно, уже будут, наверное, по одному ездить на выезды, отвозить. А здесь как, по 2 человека выезжаете? Да, 2-3 человека здесь выезжают, обязательно человек, который фиксирует передачу, чтобы не было проблем потом с заявителями и по отчету. Поэтому, да, один человек фиксирует, один человек подает, ну, и девочкам, естественно, сложно поднимать пакеты, бывает, увесистые, поэтому молодые люди, юноши помогают, в основном по 3 человека. Ну, и юноше, допустим, трудно выбрать какое-то, что-то в магазине, поэтому это обязательно должна быть девушка, которая знает нюансы, как что купить. Поэтому в основном парень, девушка, и кто фиксирует передачу продуктов, ну, и так далее. Чем еще вы занимаетесь в рамках именно молодежки? Ну, молодежки, я уже сказала, что мы, ну, занимаемся мониторингом дорог, занимаемся безопасностью детства. То есть, по большому счету, вы курируете все те же направления, чем вообще занимается ОНФ? Да, да. Мы все те же направления. А в чем тогда специфика? Вот почему нужна именно молодежка? Потому что в молодежи будущее нашей страны. Поэтому мы, как молодежь, мы дальше продвигаем, и мы дальше будем нашу страну поднимать вверх, вверх, вверх. В чем миссия молодежки ОНФ? Быть и не казаться в нашей миссии. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Я уверена, что со временем вас станет еще больше, и это замечательно. Напомню, у нас в гостях была Елена Зинченко, координатор по молодежным проектам молодежки ОНФ в Магаданской области. Это была программа «Крупным планом». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин